Здравствуйте, уважаемые зрители! Я уверен, что вы знаете, насколько огромная, массовая, масштабная проблема сейчас в медицине и обществе, в разных странах по онкологии и доброкачественным новообразованиям. Есть те или иные опухоли практически у каждого человека. Будь то кисты на почках или в печени, миомы, фибромы у мужчин, воспаление аденомы, ну и более серьезные проблемы. У меня было много видео про все это, так как накоплены огромные знания и опыт мой и коллег моих онкологов-фунготерапевтов. И ссылку на этот плейлист с видео я вам оставлю вот под этим видео, которое вы сейчас смотрите. Радуйтесь, если вас пока еще эта беда обошла стороной, но никто не может зарекаться, так как причины факторов для образования и роста разных опухолей сейчас очень много, как никогда ранее. Потому каждому разумному человеку надо знать о причинах и профилактике не менее, чем больным о лечении. И вот именно поэтому очень полезным и важным, просто необходимым будет сегодняшнее мое видео. Поступим так, я зачитаю вам два письма одной женщины. Я лично ее и ее семью не знаю, они меня, разумеется, знают по моим лекциям. Отзывы эти оставила Ирина Николаевна в разделе отзывы на нашем сайте nadgard.ru. Она их разместила вот здесь. Можете потом сами прочесть, а также другие отзывы, если захотите. Вначале она разместила письмо о себе, а затем о своем муже. Сейчас я зачитаю и прокомментирую ее письма. Поясню самое важное. Но скажу наперед, так как есть такие особи, людьми их я назвать не могу, всегда такие найдутся и напишут. Кто по своей глупости, по подлости, что все это, мол, реклама и тому подобное. Я не буду и дочитывать такое, а просто забаню таких. Лучше бы не дурили, не хамили, а поблагодарили бы меня за возможность не допустить эту беду. Ведь они тоже люди, и их тоже может коснуться эта беда. Так вот, поблагодарили бы лучше меня за возможность не допустить эту беду и вылечить, как это смогли, благодаря моим знаниям и методикам, другие люди, коих очень много. Итак, письмо 29.07.23. Пишет Ирина Николаевна. Мне в этом году исполнится 70 лет. Хочу поделиться впечатлениями и итогами приема препаратов от Фролова. При прохождении диспансеризации в 2019 году по результатам маммографии у меня выявили опухоль 4 см в правой молочной железе и множественные кисты в обоих. Биопсия показала, что это доброкачественное новое образование. Меня поставили на учет для наблюдения у маммолога и ежегодных обследований. Надо сказать, что видеоролики Юрия Андреевича Фролова встречались мне в интернете в 2020 году. А с 1 числа, 1 месяца 2021 года моя семья начала прием препаратов, заказанных на сайте nadgard.ru. В 2021 году по ранее составленному плану принято, ну то есть стало, видимо, принимать, Т8 Экстра, это такие полипринолы из пихтовой хвои, мощные антиоксиданты, плюс Т8 Бленд, плюс Т8 Стоун 4 месяца подряд, Биокедр 3 месяца подряд, Дегидрокварцетин месяц через месяц, Фукус 3 раза в год по одному месяцу, Топ Спирулина 2 раза в год по одному месяцу, Хлорелла 2 раза в год по одному месяцу, Куркума с черным перцем 2 месяца подряд, Порошок Маринги 1 месяц, Сок Пророска Пшеницы 1 месяц, Витофит 1 месяц, Сода, я подчеркну, химически чистая, Не любая, не из магазина, 1 месяц, Маточное молочко 1 месяц. В апреле 2021 года принимала препараты по запланированной антипаразитарной программе, А именно, Лисички плюс Шитаки, плюс Трутовик, плюс Диатомит и Огневка Ультра плюс Жива, номер 5. Поясню, это такой антипаразитарный комплект, набор. В июле прошло очередное обследование. Внимание! Врач-мамолог, сверяя результат последнего УЗИ 2021 года с предыдущими, Внесенными в компьютер, Не поверил своим глазам, Распечатал их и стал сравнивать еще раз. Затем хлопнул рукой по столу и сказал, Ирина Николаевна, мне лечить у вас нечего, Ваша опухоль закальцинировалась, А количество кист значительно уменьшилось. Хорошим был и результат УЗИ-обследования у эндокринолога В сентябре 2021 года по поводу множественных узлов в щитовидке. УЗИ показало уменьшение размеров крупных узлов И значительное уменьшение количества мелких. От себя сейчас скажу, добавлю, а то забуду. А кто-то еще боится фокус принимать, Мол, там йод при узлах в щитовидке нельзя. Ну-ну. Я решила закрепить достигнутые результаты. В ноябре 2021 года пропила гриб-веселка с маслом льна плюс гриб-рейши. С тех пор не менее двух раз в год по одному-два месяца принимаю грибные препараты. Агарик, балетус, герицей, дождевик камфорный, мейтаки, порием и маркерный курс от онкологии веселка, шитаки, рейши. Туда входит плюс. Выше перечисленные препараты, а также огневка, мумиё, огневка норма, псиллиум, масло 3D из лишайника. Тут я подчеркну сейчас вместо него витамин D3 в липосомальной форме. Далее. Золотой УЗ с маслом льна, фульват плюс цинк. Ну, это фульвовая кислота с цинком. Цинк очень важен, конечно, при любых опухолях, верно. Последующие ежегодные обследования у перечисленных специалистов показали, что роста размеров и увеличения количества всех имеемых образований нет. От всей семьи благодарю Юрия Андреевича за столь полезный труд и донесение до нас важной информации по сохранению и улучшению здоровья. Мне есть, что ещё рассказать про положительные результаты в лечении онкологии у мужа, но это отдельная тема. Хочу вам напомнить и прошу поделиться этим моим видео с вашими знакомыми и близкими. Разместите его в соцсетях, которыми вы пользуетесь. Не поленитесь. Этим самым вы и отблагодарите меня за важную информацию, которую я вам даю, за мой труд и сделаете хорошее дело людям, подсказав им посмотреть очень важную информацию. И вот Ирина Николаевна в 27-го, уже 0-8-го, написала отзыв по своему мужу. Давайте я зачитаю и потом уже прокомментирую всё вместе. Подведём, что называется, итоги. Сделаем выводы. Продолжаю делиться впечатлениями и итогами приёма препаратов от Фролова. Мужу в этом году исполняется 72 года. В 15-м году у него был выявлен рак предстательной железы второй степени. Слава богу, обошлось без метастазов и операций. Было проведено два курса облучения, далее ежемесячное посещение онколога-уролога в областном центре, прохождение обследований. В результате множественные курсы химии и гормонотерапии, которые муж с каждым последующим разом переносил всё тяжелее, что неудивительно. Так продолжалось 5 лет до 2021 года. Как я уже писала, видеоролики Юрия Андреевича Фролова встретились мне в интернете в 2020 году. И с 1-го числа 1-го месяца 2021 года моя семья начала приём препаратов, заказанных на сайте надгар.ру. Муж предпочёл грибные препараты с противораковым действием. Плюс к тому биокедр 3 месяца подряд, дегидрокварцетин месяц через месяц, фукус 3 раза в год по одному месяцу, куркума с чёрным перцем 2 месяца подряд, витофит 1 месяц, сода химически чистая 1 месяц. После полугода приёма этих препаратов по результатам обследований посещать онколога нужно было раз в 3 месяца. Соответственно, курсы химии и гормонотерапии стали реже. Приём препаратов продолжался. После просмотра множественных видеолекций Юрия Андреевича особенное внимание было уделено маркерному курсу против онкологии. В результате чего лечащий врач по итогам проведённых обследований с хорошими результатами, чему он был немало удивлён, разрешил мужу в 2022 году посещать его 2 раза в год, а в 2023-м 1 раз в год. И всё это время не было надобности в проведении химии и гормонотерапии. Так что положительные результаты от приёмов препаратов Ролова есть. И в этом моя семья убедилась на собственных примерах. А именно, опухоли остановили рост. Метастазы не появились. Самочувствие улучшилось. Ощущение жизни стало обнадёживающим. Без необходимости ежемесячного посещения онкодиспансера. Добавилось время на отдых, путешествия, поездки к родным, друзьям. За что сердечно благодарим Юрия Андреевича и его команду. Здоровья вам и долгих продуктивных лет. Ну и это ещё не всё. В следующем отзыве поделюсь результатами применения микросфер. Ну, следующего пока нет. Время прошло не так много. Буквально пару слов Ирине Николаевне. Всё правильно. Благодарю вас за письмо. Очень советую вам, Ирину Николаевну и вашему супругу, посмотреть все видео с профессором Исаевым на моём канале. Учесть по возможности это. По крайней мере, вот латолстиленом вести в приём свой рацион. Куэнзим-Куэ-10 это липосомальный препарат. И видео о нём у меня тоже есть. Антиоксидант астексантин. И вообще, знаете как, вы, если уж, например, курсами применяете, скажем, какие-то антиоксиданты, вроде дегидрокварцетина или Т8-экстра, то те месяцы, когда вы их не применяете, применяйте другие. Например, тот же латолстиленом. Силен – мощнейший антиоксидант. Его, конечно, по-хорошему надо несколько месяцев подряд, 3-4. Но тот же астексантин. И, естественно, витамин Д3. И, тем более, возраст всё-таки витамин К2. Поскольку прочность и эластичность при этом костей, костно-мышечной системы очень важна. А тут необходимы эти витамины. Безусловно, маркерный курс. А также вот то, что вы меняли. Грибные препараты, ведь у них разные свойства. Но у каждого есть противоопухоли, безусловно. И это научно доказано. Ну и практикой, как говорится, проверено. Уже не первую тысячу лет, скажем так. И это есть настоящее как раз. И самое что ни на есть традиционная медицина для тех, кто в облаках летает, это я поясняю. Или считает то, во что верит за истину. Ну так вот. И, пожалуйста, учтите всё то по максимуму, что я поясняю подробно в инфопродукте номер 22. Что я хочу здесь вам сказать, дорогие друзья? Во-первых, я хочу вам порекомендовать всё же посмотреть те мои видео тематические по онкологии, по доброкачественным опухолям, которых у меня немало. Темы я разобрал там очень подробно. Конечно, повторяться не хочется. Но я скажу здесь самое главное. Конечно, да, лучше профилактика, чем лечение. Ну и лечение, это возможно. И рак, это не приговор. Но только не расслабляться надо. В том смысле, что ничего не делать, куда кривая вынесет. А знать, что есть те люди, которые вылечили свои проблемы и даже порой поразительные. Были случаи даже с четвёртой стадии рака. Но, конечно, это далеко не всегда. Допускать до такого нельзя. Поэтому надо ходить обязательно на обследование. Силком вас, ну скажем, применять химию там, например, или операции делать, ведь никто не будет заставлять. И знать, что у вас точно надо. С врачом-онкологом, конечно, найти опытного и хорошего человека трудно. Но обследования нужны, консультацию врача-онколога обязательно нужна. Дальше только вы можете решать, что вам и как делать. В своём видео «Общие принципы лечения онкологии» я схему эту, как действовать, объяснил, описал. Обязательно посмотрите моё видео «Причины онкологии». Их несколько, не одна. Соответственно, убрав вредные факторы воздействия на организм, вот какие вы можете из своей жизни убрать, вы уменьшите и шанс получить эту, ту или иную проблему. И лечение будет более продуктивным, безусловно. Потому что, поймите, на нас воздействуют факторы, ну, например, положительные, когда мы что-то начинаем в правильном русле менять в жизни и лечение правильно проводить, допустим. А что-то действует отрицательно, ну, то, что в любом случае негативно, это надо убирать. Но ведь это надо знать, что негативно, а то некоторые люди, например, думают и верят свято в то, что «А при чём тут еда?» Мол, при лечении врачи ничего про еду не говорят, ну, значит, не учи эти врачи, значит, очень плохо учили биохимию, значит, логику не учили, наука есть такая, значит, нет у них академического образования и самообразования. Всё влияет, знать надо только как. И вот когда вы учитываете всё, а что значит всё, ну, насколько это возможно, конечно, я вам сейчас поясню, только лишь давайте один маленький отрывочек и очень сильный такой, показательный из другого моего видео. Послушайте. Пишет Инна Куракин. Юрий Андреевич, хотим выразить вам нашу безмерную благодарность за ваши знания и информацию о лечении, которую получил мой муж Дмитрий Куракин после консультации с вами. Поясню, я провожу ещё пока индивидуальные консультации, на которые можно записаться, ссылка под каждым из сотен моих видео на индивидуальную консультацию дана в описании под каждым видео. Продолжаю. Помогла избежать хирургического вмешательства и последующей инвалидности. После обнаружения аденокарциномы прямой кишки второй стадии, кто не понимает, это рак, ему были предложены лучевая и химиотерапия курсом 40 дней. Как вы рекомендовали, он начал пить грибы санхваны трометас за две недели до весь курс и две недели после окончания терапии. Поясню. Я всегда говорил из старых моих видео по онкологии, например, видео общие принципы лечения онкологии, приводил там живой пример. Ну, на примере одной женщины, которая тоже пропила вместе с приёмами курса химии и лучевой терапии вот эти грибные препараты, которые усиливают действие химиотерапии или лучевой по её результативности. Но при этом не убивают иммунитет. И некоторые люди, кому посчастливилось слышать и понять мои видео, пройдя эти курсы, а эти препараты, разумеется, они все приобретали у нас на сайте надгар.ру, если выполняли всё верно, стабильно, комплексно, добивались положительных результатов. Вот вам пример. Продолжаю. Каждую неделю сдавал кровь. Результаты анализов были хорошие, что приводило в недоумение врачей. Иммунитет не пострадал. Внимание, моя ремарка, иммунитет при этом, что он проходил химиотерапию и лучевую терапию, при приёме этих грибных препаратов иммунитет не пострадал. Как и должно было быть, как я и предупреждал. Продолжаю. И это помогло ему пройти курс лечения без особых побочных эффектов. Через три месяца мужа планировали оперировать, ожидая, что опухоль уменьшилась и осталась. Но он за это время пропил ваш, ну вот, который я рекомендую, маркерный курс. Это весёлка водорастворимой формы шитаки водорастворимой формы рейши. МРТ и сигмовидоскопия показали, что опухоль бесследно исчезла и нет необходимости в операции. Врачи в Португалии разводили руками. Моя ремарка. Да уж, представляю, такого они никогда не видели. Как и те врачи в США, о чём я рассказывал в моём видео «Общие принципы лечения онкологии». Продолжаю. И не понимали, что происходит. Решили понаблюдать ещё три месяца, а муж поменял рейши на мейтаке. Но это, как я рассказывал, там каждые три месяца смена грибных препаратов происходит. И также продолжил пить этот курс. То есть он уже пил, подчеркну, весёлку, шитаки и мейтаке вместо рейши. В итоге были сделаны КТ, МРТ и сигмовидоскопия. И всё показало отсутствие опухоли. То есть ещё через три месяца. И показало наличие здоровой ткани. В настоящий момент мужу предложено наблюдение каждые три месяца с проведением КТ, МРТ и сигмовидоскопии и анализа крови на онкомаркеры, которые, кстати, тоже были в норме. Сейчас он пьёт третий курс грибных препаратов с грибом агарик. Ну, совершенно верно. И как вы рекомендовали, будет пить грибы до одного года, потом профилактический курс раз в полгода. Он исключил мучные продукты, сладости, мясо, оставил только домашние яйца, иногда раз в две недели рыбу. Но основу нашего питания составляют овощи и зелень. Дорогие товарищи, всё правильно, имена овощи и зелень, но не фрукты. Почему? Посмотрите моё видео «Сахар и рак». Ещё раз благодарим вас за ваш бесценный труд и помощь. С уважением, Дмитрий Ирина Куракины. Ну, разумеется, я ответил, что я безмерно рад, здоровье. И всё правильно, при должном, правильном, системном подходе. Ну вот, видите, примерно так. Что я вам в этой связи хочу посоветовать? Вот чтобы мне не повторяться, не растягивать видео. Ведь кому это надо, кто осознает действительно, что это серьёзно, важно и возможно. И профилактика действительно грамотная, возможно. И лечение, комплексное лечение, системное, когда медицина ни в коем случае не отвергается. Нет, конечно. Всё позитивное, объективно действующее надо применять. Например, фунготерапия, наука, которая изучает лечебные свойства высших бездельных грибов, она дополняет медицинское лечение, она его упрощает, ускоряет, улучшает. Итак, если, не дай бог, кому-то нужна химия, лучевая терапия. Про это я подробно говорил также в своём видео «Общие принципы лечения онкологии». Что и к чему. Бояться этого не надо. Иммунитет свой вы не убьёте, если будете учитывать и делать то, что я там поясняю. Теперь, водородная вода. Настолько это важная тема, настолько это мощные антиоксидантные защитные свойства. Настолько эта тема недопонимаемая людьми. В общем, я посоветую вам посмотреть два видео, которые размещу по воде, вот прямо под этим видео. Так, теперь препараты профессора Исаева. Вот и этой женщине, и всем я рекомендую принимать препараты хотя бы латалсиленом, хотя бы амафор. Я вам оставлю ссылку хотя бы на одно видео с профессором Исаевым, вы его посмотрите. А если захотите другие видео, то знайте, что у меня на канале их восемь. Есть даже отдельный плейлист. Питание играет здесь очень важную, можно сказать, решающую роль. Я досконально все, что только возможно учесть, имея вот этот огромный опыт, знания, изложил в своем инфопродукте номер 22, который замедляет полноценную всеобъемлющую консультацию. Да, нюансы бывают, есть, могут быть. И это действительно на консультации стоит порой учитывать. Но биохимия едина. Факторы, влияющие, одни и те же. Воздействие на клетки, на иммунную систему от определенных средств те же. Я очень советую приобрести инфопродукт номер 22. Он создавался специально, в первую очередь, для людей, у кого онкология, доброкачественные опухоли, любые воспаления в организме. Но предельно важно и для тех людей, кто любые болезни имеет, и для тех людей, кто хочет не иметь болезни. То есть, учесть все то, что привело людей к этим болезням. Изменить в своей жизни многое для укрепления своего здоровья. Итак, под этим видео я оставлю вам бесценную информацию. Это ссылки на самые главные видео, которые вам стоит посмотреть. Более того, и законспектировать. Ну и на все то прочее, что вам может пригодиться. Всего вам самого лучшего, крепкого здоровья и здравомыслия. Ну а теперь, уважаемые зрители, досмотрите еще две минуты. Особенно те, кто у нас еще ничего не приобретал. На нашем сайте nadgard.ru. И те, кто смотрит это мое видео, находясь, проживая не в России, а в других странах мира. Смотрите. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgard.ru. Посмотрите хотя бы два раздела. Отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте. И мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено. Обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите. Ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био-зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на ютубе для рубрики ответы на вопросы и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня ютуб-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет. Измеряйте среду обитания. Ну где вы живете и работаете? На радон, радиацию, электромагнитное излучение и себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее. Под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует ютуб. Мало ли что с ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео. Всего хорошего. До свидания.